Новосибирский зоопарк переходит на зимний режим. Часы работы для посетителей постепенно сокращают, а самых теплолюбимых обитателей уже перевели в крытые павильоны. Многие животные, даже некоторые южные, перезимуют в своих вольерах, а вот медведи в следующем году ждет новоселье. Как животные переезжают в зимнее жилище, узнал Михаил Якимов. Тропические птицы, приматы, грызуны, южные кошки и другие теплолюбивые животные уже переселились в зимние вольеры, где они проживут до конца весны. Сейчас все павильоны открыты для посещения, даже те, которые работают круглый год, но были закрыты до октября, например террариумы. А вот эти товарищи пингвины Гумбольта пока еще вовсю выходят в открытый вольер. Конкретно этот вид обитает на западе Южной Америки, поэтому, к примеру, европейскую зиму они вообще переносят на открытом воздухе легко. Наша сибирская зима все-таки более холодная, поэтому, когда наступят действительно низкие температуры, они тоже полностью переселятся вот в этот закрытый акварем. Сибирскую зиму на улице также встретят страусы, кенгуру и фламинго. В теплые вольеры для постоянного проживания они переедут, когда температура стабильно будет ниже ноля. Львы, казалось бы, южные животные, останутся в своих вольерах на всю зиму. Правда, сейчас у них есть отапливаемые домики. Некоторые животные, способные без проблем перенести сибирскую зиму, вынужденно переезжают на зимовку во временные квартиры. Например, бурые и гималайские медведи, у которых в скором времени появятся новые просторные вольеры. Старые уже разобрали. Медведи временно переселены в новые временные вольеры, и поэтому сейчас они будут недоступны посетителям. В общем-то, это ничего страшного, потому что все медведи зимой спят. Поэтому для них будут созданы комфортные берлоги. До 25 октября в зоопарке продолжается декада пожилого человека. Это значит, что всех пенсионеров пропустят на территорию бесплатно. Ограничений по количеству посетителей нет. Но стоит помнить о правилах безопасности, надевать маски и обрабатывать руки. Дезинфекторы установлены на входе в каждый павильон зоопарка. Михаил Якимов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.